Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа Декоративное садоводство и комнатное цветоводство в студии Евгений Гладков. Сегодня мы вновь будем говорить об однолетних растениях и об однолетних растениях семейства сложноцветных или астровых. То есть эти растения являются родственниками всеми нами любимых астр и хризантем. И начнем мы с такого популярного растения, как календула. Название рода происходит от латинского слова «календул», что означает «первый день каждого месяца» и объясняется тем, что на родине календула цветет почти весь год, в том числе и в первые числа каждого месяца. Род насчитывает около 20 видов, которые достаточно вообще широко распространены. Но в первую очередь, вот если говорить об ареале, то распространены они главным образом в Средиземноморье, Иране, на Канарских островах. Вот как раз на слайде мы с вами и видим календулу. Растения однолетние и многолетние, травянистые, а могут быть и в виде полокустарников. Вот если мы внимательнее посмотрим на саму календулу, то мы видим, что стебли у этого растения ветвистые, прямо стоячие, толстые и ребристые. Листья очередные, имеют достаточно простую форму, простые овальные, удлиненные или ланцетовидные. Ну а если мы говорим о соцветии календула, то уже сразу видим признак семейства сложноцветных. Соцветия – одиночные корзинки на длинных цветоносах. Язычковые цветки, их много. Они обычно желтые или оранжевые. Трубчатые, мелкие, иногда темные. Семянки изогнутые. Разнообразные по форме, в зависимости от расположения в корзинке. Наружные отличаются от средних и внутренних. В одном грамме семян календул содержится 170 семян. Схожесть календулы сохраняется в течение 3-4 лет. Календула уже достаточно давно выращивается на приусадебных участках. И я бы сказал, пожалуй, что это одно из самых популярных растений. Причем календулу мы можем рассматривать как типичное декоративное и лекарственное растение. И вот как раз у нас здесь лежат корзинки календулы. Дело в том, что в эффектах ярких, словно пылающих соцветиях содержатся вещества, обладающие эффективными свойствами. Которые лечат. С помощью этих веществ можно излечить целый ряд болезней. Вот как раз у нас здесь представлено лекарственное сырье календулы. Цветки календулы. Дело в том, что первые сведения о календуле были найдены у древнегреческого военного врача и философа Диаскорида. То есть уже тогда календула использовалась как лекарственное растение. Диаскорид жил в первом веке нашей эры. И он использовал настой календулы при заболеваниях печени, как средство, устраняющее спазмы внутренних органов. На протяжении веков, вот то, что у нас как раз представлено, сырье календулы. Вот ее использовали разные знаменитые врачи, среди которых был римский врач Гален, Авиценна. То есть мы видим, что календула уже издавна была лекарственным средством. Кроме того, вот такую же календулу в средние века добавляли в суп. Как это удивительно не звучало. Но, естественно, в качестве пряности. С ней варили овсяную кашу, делали вареники, пудинки и вино. Это вот наша обычная календула. Дело в том, что в средние века стоимость пряности была сравнима с золотом. А календула была доступна, поэтому ее считали пряностью для бедных. Сама календула, она заменяла шафран и отлично подкрашена блюдо в желто-оранжевый цвет. Дело в том, что у календулы есть пигменты, которые как красители, которые как раз благодаря им и происходят окраски. Календула, в том числе и бетократии, придавала календулу неповторимый терпкий привкус плютам, что очень ценилось не только бедными, но и богатыми гурманами. Благодаря своим достоинствам календула была очень популярна в садах Европы. Ульям Шекспир в 1611 году писал в зимней сказке. «Вот вам цветы. Лаванда, мята, майоран. Календула, что спать ложится вместе с солнцем. И с ним встаем». Как мы видим, календулу любили очень многие знаменитые люди. Календула была любимым цветком королевы Наваррской Маргариты Валуа. И в Люксембургском саду в Париже есть статуя королевы с календулой в руках. Давайте еще раз посмотрим на этот эффектный цветок. И поподробнее поговорим о календуле лекарственной. Или как ее часто называют, ноготки. Очень часто даже мы слово календула, многие не знают, а называют ее ноготки. Так вот, это растение пришло к нам из Южной Европы. Ну и если характеризовать данное растение, то можно сказать следующее. Это однолетнее, прямо стоячее растение. Оно растет в виде рыхлых, сильно ветвистых кустиков 20-60 см в высоту. Стебли толстые, ребристые, светло-зеленые, опушенные липкими железистыми волосками. Листья у календулы простые, удлиненные или овальные, опушены редкими жесткими волосками. Ну а соцветия опять-таки мы с вами видим, что это корзинки со специфическим освежающим ароматом. Составляющие из одного или нескольких рядов цветки, язычковых или трубчатых цветков. Обертка у календулы однорядная, с узкими листочками. Язычковые цветки желтые или оранжевые, сверху блестящие, с нижней стороны матовые. Трубчатые, мелкие, желтые, оранжевые или темно-коричневые. Цветет с июня по ноябрь. То есть цветение календулы достаточно широко растянуто. Плодоносит обильно. Семена сохраняют схожесть 4-5 лет. Как декоративное растение, календула используется 16 века. В настоящее время селекция календулы как бы разделяется по двум направлениям. Декоративному и медицинскому. Ну вот в нашей стране выведены лекарственные сорта. Например, такие как рыжик и кальта, которые отличаются большим содержанием действующих веществ. В первую очередь календула ценится каротиноидами. Вот отсюда желтая или оранжевая окраска цветов. И такие сорта выращиваются специализированными хозяйствами для получения лекарственного сырья соцветия. Мы уже вот лекарственное сырье с вами видели. В Америке и в Европе календула больше привлекает как декоративное растение. Поэтому уделяется значение декоративным качествам. Поэтому в Европе большое количество разнообразия форм, соцветий и так далее у растений. Одни сорта даже подходят для срезки. Например, сорта, которые имеют высоту 60-80 см. И они достаточно изящные, крупные, диаметр корзинки 7-9 см. Другие мельче 25-30 см с изящной формой куста. Они хороши для микс-спортеров. Есть сорта, которые даже можно выращивать и на подоконнике. Соцветия, например, у некоторых таких сортов махровые, яркие, крупные. Могут даже доходить до 10 см в диаметре. А краска варьирует от золотисто-желтых или оранжевых соцветий с трубчатыми цветками. Иногда они моновидные формы. До темно-красных с нижней стороны и светло-оранжевых сверху. Есть такой сорт радио, который... Язычковые цветки у него закручены в трубочки и образуют своеобразные антенны. Но все-таки некоторые считают, что декоративные сорта не обладают лечебными свойствами. А оказывается, это не так. Например, в соцветиях такого декоративного сорта, как каблуно-голд, было отмечено, что очень высокое содержание каротиноидов. И некоторые авторы утверждают, что даже вдвое больше, чем, например, в лекарственном сорте кальта. Хотя я считаю, что эти сведения требуют дальнейшей обработки. Декоративные сорта Узко-воронковидные. Можно еще выделить сорт Гольд Кеннинг. В первую очередь, интересен, что, во-первых, он достаточно компактный куст, имеет до 45 сантиметров высотой. И у него махровые и полумахровые соцветия, диаметр которых составляет 4-5 сантиметров. Язычковые цветки удлиненные, весловидные, золотисто-желтые. А трубчатые розовато-коричневые. Ну и вот сорт Гольд Кугель. Кустик у него раскидистый, до 65 сантиметров высотой. Очень много листовый. А соцветия махровые, полумахровые, достаточно большие, 7-8 сантиметров в диаметре. Плоские язычковые цветки, весловидные, золотисто-желтые. А трубчатые желтые. Ну, еще также можно выделить полевую календулу. Эта календула меньше популярностью пользуется, так как соцветия довольно невзрачные у календулы и мелкие. Их диаметр всего лишь 2 сантиметра. По этой причине семена такой календулы не всегда удается приобрести. И иногда ее можно встретить там, где продается посадочный материал, например, для дикорастущих видов. Язычки соцветия календулы полевой окрашены в скромный ахристо-желтый цвет. И общая высота растения составляет всего лишь около 30 сантиметров. В естественном состоянии календула полевая встречается на возделуемых полях, пустырях и заброшенных землях юга Европы, включая юг Франции и Германии. Но если мы говорим об особенностях размножения и выращивания для этого вида, то они такие же, как для календулы лекарственной. Вырастить ноготки на приусадебном участке несложно, так как растение это неприхотливо, хорошо переносит кратковременные весенние заморозки. И кроме того устойчиво ко многим заболеваниям и вредителям. И долго сохраняет свою декоративность. Для посадки следует выбрать солнечное место. Я еще раз повторю, что заморозки календулы может выносить до минус 5 градусов. Посев календулы между грядками садовых и огородных культур позволяет рационально использовать земельный участок. А также помогает в борьбе с бабочками и клещами. Кроме того, соседство с календулой может спасти, например, те же самые астры от черной ножки, а гладиолусы от трипсов. Но нужно помнить, что для календулы характерны олеопатические особенности. Олеопатия это эколого-биохимические взаимодействия растений. Вот корни календулы выделяют в почву вещества, которые при близкой посадке могут задерживать рост некоторых растений. Например, редиса, базилика. Наибольшей декоративности календула достигает на плодородных, достаточно увлажненных, хорошо дренированных почвах. При длительных периодах сухой и жаркой погоды календулу нужно полить. На очень скудных почвах растения подкармливают каждые 4 недели. Но делаем обычное полное минеральное удобрение. Но если вы все-таки хотите продлить обильное цветение этого удивительного растения до глубокой осени, то можете сразу, как только краевые цветки примут горизонтальное положение, приступить к сбору соцветий корзинок. И чем больше вы их соберете, кстати говоря, вы их можете использовать и в лекарственных целях, тем больше их распустится вновь. А вот если вы этого не сделаете вообще, то цветение будет только до конца июля. А при частичном сборе может продолжаться довольно долго. Но, тем не менее, не очень обильно. Если говорить о заболеваниях, то растения поражаются черной пятнистостью, это грибковое заболевание. При этом на листьях образуются коричневые или черные пятна. Для того, чтобы ваше растение не заболело, нужно проводить профилактику. Избегать внесения чрезмерного количества удобрений и не загущать посадки. А пораженные растения надо немедленно удалять. Возможно также поражение настоящей ложной мучнистой росой. Также тля тоже любит календулу. Размножают календулу, как и большинство однолетников, семенами. Всходы появляются спустя 1-2 недели. А зацветает календула через 10 недель. Можно выращивать и через рассаду. Тогда рассаду нужно вырастить уже в апреле в парниках. Рассаду высаживать в цветники необходимо в мае. Можно сеять календулу и под зиму. Ноготки очень легко размножаются самосевом. И, конечно, используют ноготки для групп, робаток, бордюров, срезки. В лекарственных садах это важный компонент. Низкие сорта, характерных для балконных ящиков. Сочетается по окраске цветов с такими видами, как агератум из синего цвета, шалфей и дельфиниум. А также видами, которые цветут красными цветами. Это, например, рудбекия и циния. Ноготки и настурция могут защитить вашу декоративную, например, капусту от капустной мухи и прожорливых гусениц. То есть мы видим, ноготки действительно растения очень полезны. А следующее растение, о котором я буду говорить, это космея. В переводе с греческого космея значит украшение. Представитель семейства астровых пришла к нам из Центральной Америки. Род насчитывает около 25 видов. Это однолетние и многолетние травянистые растения. Очень часто достаточно высокие. Листья расположены супротивно, дважды перисто рассеченные, на узкие линейные до нитевидных доли. Соцветия – многоцветковые корзинки, на голых цветоносах, одиночные или собраны в рыхлые щитковидные метелки. Краевые цветки – язычковые, крупные, пурпуровые, розовые, темно-красные, белые или золотисто-желтые. Срединные – трубчатые, мелкие, желтые. Плод – несколько изогнутые, серая, темно-желтая или коричневая семянка. Растение, о котором сейчас я хотел бы вам рассказать, это космос двояко-перистый. Пришел к нам из горных районов Мексики. Это травянистое однолетнее растение. Растение может достигать высоты 60-120 см. Здесь представлены разные виды космеи у меня на картинке. Сильно ветвистые стебли покрыты двояко-перистыми листьями. Соцветия космеи достаточно крупные, 7-10 см в диаметре, одиночные или собраны в редкий щиток. Ярко-красные, розовые, розово-красные, красные-белые, как простые, так и махровые. Причем махровые формы очень разнообразны по окраске. Цветение начинается через полтора-два месяца после посева, с июля до самых холодов. Плод – удлиненная семянка. Семена собирают, когда они уже становятся темными, в августе-сентябре. Сбор проводят несколько раз по мере их созревания. Кстати говоря, семена космеи охотно склевывают птицы. Ну вот, те космеи, которые у нас представлены, они наиболее распространенные космеи. Часто они украшают цветники. Хотя некоторые садоводы считают, что космеи, некоторые виды, выглядят недостаточно утонченно. Например, в качестве недостатка они приводят, что слишком крупные соцветия, чересчур яркая, кричащая окраска. Но, тем не менее, в результате целенаправленной селекционной работы сейчас появились сорта с мелкими соцветиями и более скромной цветовой гаммой. Поэтому, конечно, в принципе, космеи, растения-то можно подобрать на любой вкус. И именно те, кому нравится пышное, интенсивное цветение, оценили космеи очень давно. Космея очень хорошо выглядит на заднем плане бордюра. Фон, образуемый ее мелко рассеченными перистыми листьями с многочисленными соцветиями, выглядит очень неформально. У космеи множество сортов. Есть сорта, очень необычные, например, у которых молодые соцветия, ярко-красные, проходят несколько дней, и эти соцветия становятся малиновыми. Это вот одна из великолепных садовых форм космеи. Некоторые сорта отличаются близко расположенными, даже перекрывающими друг друга язычковыми цветками. И они напоминают даже вот лепестки. Поэтому соцветия выглядят идеально круглыми. Серединка, которая состоит из трубчатых цветков, окрашена, например, в желтый цвет, а вокруг нее проходит темно-розовая полоса, за которой следует кайма более светлого тона. Цветущие побеги высокорослых сортов космеи прекрасно смотрятся в вазах. Сейчас получили наиболее широкое распространение относительно низкорослой формы космеи, которые достигают высоты всего лишь около 50 сантиметров. Ну, их обычно, конечно, размещают на клумбах и в цветниках. Такую рассаду, в принципе, можно приобрести и весной в садовых центрах. А первые сорта, вот они как раз имели белые соцветия. И в дальнейшем на основе этих сортов была создана серия сортов с разной окраской язычковых цветов. Космос кроваво-красный. Он тоже пришел к нам из Мексики. В принципе, конечно же, поэтому растения не всегда хорошо себя чувствуют в регионах с холодным климатом. Вот у нас как раз здесь представлены картинки. Кстати говоря, растения, которые поступают в продажу, обычно размножают черенкованием, либо делением клубней. Ну, это можно, конечно, сделать и в домашних условиях. Конечно, сортов космеи очень много и видов. Есть так называемая черная космея. И ее хотят иметь в своей коллекции те, кто собирает вообще космеи и предпочитают цветки, которые близки к черной окраске. Ну, здесь есть аналогия с черным тюльпаном. Соцветия космеи расположены на длинных побегах. И вот так называемая черная космея, она имеет такой бархатистый темно-красный цвет, который чем-то переходит в черный. И еще какой плюс, что запах у этой космеи напоминает шоколад. Вот такая необычная космея. А листья у этого растения ничем не примечательны. Они сложные и состоят из нечетного количества простых листочков. Следующее растение, о котором я говорил, еще один вид космеи, который распространен в Латинской Америке, в южных районах Мексики. И его можно встретить с космеей дважды перестой в жарких местах центральной и северной части Южной Америки. Ну вот, это уже виды, которые реже встречаются. Они, в принципе, теплолюбивы. И если лето выдается холодным и влажным, то такая космея будет достаточно плохо себя чувствовать. В принципе, конечно, космеи это у нас растения травянистые, однолетние. Стебли у них, как я говорил, прямо стоячие, ветвистые и могут достигать 150 сантиметров высоты. Но здесь зависит, опять-таки, от того, о каких видах космеи мы с вами говорим. Соцветия тоже имеют разнообразную форму. Как я говорил, что вот у нас здесь на картинке представлены разные виды космеи. И мы видим, что тут разная цветовая гамма. Цветовая гамма колеблется. В культуре, кстати говоря, космея с 1799 года. Как я говорил, что в последнее время отмечается мода на низкорослые сорта. И вот сейчас получены формы, у которых необычные полумахровые оранжевые соцветия. Ну вот мы сейчас говорили о серно-желтой космеи, которая имеет в том числе низкорослые сорта. Так вот, большинство современных вариаций этой космеи, они вот имеют как раз окраску-то оранжевую или красно-оранжевую окраску соцветий. И, в принципе, соцветия само достигают всего лишь 4 сантиметра в диаметре. Хотя есть сорта, у которых соцветия огненно-красные. Поэтому легко запутаться в этой форме. У текорастущей формы серно-желтой космеи имеется 8 или 9 язычковых цветков. Но, тем не менее, популярностью в последнее время пользуются полумахровые сорта. Но, конечно же, распространены и космеи с желтыми соцветиями. Некоторые сорта образуют соцветия с одинарным кольцом язычковых цветков. И окраска, например, может быть лимонно-желтая. Обычно рост таких растений не превышает 50 сантиметров. Однако, несмотря на это, срезанные цветы часто используются для составления композиций в вазах. Размножаются растения с семенами. Семена высевают в ящики в апреле. Затем пикируют в открытый грунт и высаживают в начале июня. Растения хорошо переносят пересадку. Сеются семена гнездами в мае, когда уже минует опасность заморозков. Потому что растение пришло к нам из Мексики. Расстояние между гнездами 30 на 40 или 40 на 60. Поэтому помните, что космею надо действительно высевать, когда минует заморозки. Из-за того, что она неустойчива к низким температурам. Растение это солнцелюбивое. Не любит рыхлых, садовых, не сильно удобренных почв. В противном случае на стеблях появляется много листьев в ущерб цветения. Но это часто бывает, когда мы азотные удобрения используем. Подкормка обычно в начале вегетации и во время ботанизации. Использует полное минеральное удобрение. И тогда мы уже можем получить крупные соцветия. Кстати говоря, космея легко переносит истрижку. Поэтому ее можно использовать для создания однолетних подстриженных изгородей. Она пригодна для декоративных групп. Рослые цветы хорошо смотрятся в высоких робатках вместе с другими цветами. Ну а срезанные соцветия можно использовать для аранжировок. Тут вариантов очень много. Букет из космей сохраняется 6-8 дней. Также надо помнить, что увядшие соцветия необходимо сразу удалить. Это стимулирует образование новых бутонов. Высокие сорта подвязывают с помощью кольев. Ну и рекомендуют эти растения использовать в больших группах. Хуаграда, Кустен. Хорошо сочетаются с пестрыми летниками, которые подходят по цветовой гамме. Например, вербена, турецкая гвоздика, флоксы, ромашка, бархатцы, диморфотека. О многих этих растениях мы с вами поговорим. Некоторые считают, что серебристо-белый дуэт из двулетнего синеголовника гигантского и бело-цветкового космоса тоже выглядит очень эффектно. Следующее растение, о котором мне хотелось бы вам рассказать, это рудбекия. Она пришла к нам из Северной Америки. Это однолетнее или двулетнее растение, реже многолетнее, с простыми или разветвленными жестко опушенными стеблями до 100 сантиметров высотой. Прикорневые листья на черешках. Яйцевидные, цельные, стеблевые, очередные, сидящие, широколанцетные, крупнозубчатые, волосистые. Соцветия корзинки до 10 сантиметров в диаметре на длинных цветоносах. Язычковые цветки золотисто-желтые, трубчатые, буровато-пурпуровые, расположены на выпуклом цветолуже. Семена четырехгранные, слегка сжатые. В культуре рудбекия с 1714 года. У нас наиболее известны низкорослые сорта. Например, такой сорт, как Гольдфлама, высота которого достигает около 35 сантиметров. И он используется в озеленении для посадки в горшки и контейнеры. Хотя, вообще есть определенная классификация. Вот уже выделяют также сорта до 45 сантиметров. И наиболее высокие сорта до 60 сантиметров, с простыми соцветиями до 10 сантиметров. Например, такой сорт, как Гальделокс и Аслан, которые имеют махровые, довольно крупные соцветия. Можно также, если мы говорим о рудбекии, выделить некоторые виды. Например, рудбекия двуцветная, произрастает на юге Северной Америки. Растение это однолетнее, прямо стоячее, кустистое. Высота колеблется от 25 до 70 сантиметров. Листья удлиненные или ланцетные. Соцветия яркие, 6-8 сантиметров в диаметре. Язычковые цветки собраны в один-два ряда. Крупные, чисто желтые, иногда оранжевые или с черно-пурпурным основанием. Трубчатые, почти черные. И вот они располагаются на цветоложе, в форме или в виде цилиндра, полтора-два сантиметра высотой. Цветет с середины июня до заморозков. Также выделяют рудбекию обхватывающие. Это тоже типичный однолетник, высота которого достигает до 75 сантиметров. Листья расположены супротивно, удлиненные или овальные, стеблеоблемлющие, остроконечные, по краю тонкозубчатые, неопушенные. Соцветия одиночные, яркие, 6-8 сантиметров в диаметре. Язычковые цветки интенсивно желтые. Трубчатые, темно-коричневые. Расположены на цветоложе. Также выделяют рудбекию трилопа. Это растение к нам пришло из Северной Америки. И типичный ее ареал – это прерия. Великолепная, пышноцветущая, кустовидная. И считается, что она немножко неустойчивая. Когда ветер дует, она немножко так спадает. Растение недолгоживущее и используемое как однолетник. Вот высота этого растения может даже достигать 130 сантиметров. Нижние листья – трехлопастные, стеблевые, овальные, темно-зеленые. Растение тоже декоративно. Но у нее соцветия более мелкие. Они мелкие, округлые. Краевые цветки, которых желтого цвета, с коричневым основанием. Трубчатые, темно-коричневого цвета. Соцветия довольно плотно сидят на ветвистых цветоносах. Цветет с июля до заморозков. Это растение предпочитает почвы влажные, плодородные и хорошо удобленные. Долго стоит в срезке. Ну вот давайте еще раз посмотрим на рудбекио. На то растение, о котором я вам говорил. Вот оно перед вами. И это тоже представитель сложноцветных. Мы даже можем сравнить рудбекио, например, опять-таки, с тем же космосом или космеей. Дело в том, что когда используют название космос, это такой синоним космеи. И в принципе везде у сложноцветных мы наблюдаем вот это соцветие корзинку. И поэтому часто многие растения, которые мы принимаем за аструю хризантему, на самом деле не являются не астрыми и хризантемами, а являются их родственниками, представителями семейства астровых и семейства, или второе название этого семейства, семейства сложноцветных. Ну вот и даже опять-таки рудбекио, она тоже чем-то напоминает некоторые виды рудбеки, потому что мы с вами уже узнали, что рудбекио в декоративном садоводстве используют несколько видов и, конечно, и многое сортов. И некоторые виды чем-то тоже напоминают хризантему или красивую ромашку. Ну а сейчас давайте вновь поговорим о розах. Сейчас в эфире будет рубрика «Волшебные розы и хризантемы», где мы с вами узнаем очень многое о розах и хризантемах, о легендах, которые связаны с этими самыми красивыми цветами. А также мы поговорим, например, в одной из следующих передач и о миниатюрных розах. Ну а сейчас давайте более подробно поговорим о розах, о историях, связанных с этим удивительным цветком вместе с Ольгой Гладковой. Здравствуйте, Ольга Викторовна! Здравствуйте! Сегодня вы вновь нам будете рассказывать о розах? Да, и о легендах, которые связаны с ними. В далекой солнечной Греции роза считалась даром богов. Роза играла большую роль и в быту. Венками из роз украшалась невеста. Их посылали друг другу влюбленные. Розами греки усыпали путь победителя, возвращавшегося домой. Розе приписывали множество волшебных свойств – уберегать останки от разложения, возвращать красоту и многое другое. Большим почетом пользовались вязальщики венков из роз. Из Греции роза была перенесена колонистами в качестве самого популярного цветка в Рим. Сначала роза считалась символом строгой нравственности и была наградой за выдающиеся деяния. Войны украшали себя венками из роз, так как роза была символом мужества. Она так высоко ценилась, что нельзя было украшать себя ей в дни скорби и печали. Веточку розы в домах часто вешали над столом в качестве символа бога молчания. Существовала поговорка «Я сказал под розой», то есть под большим секретом. Затем значение розы во времена падения Рима изменилось. Она стала цветком забавы во время пьяных оргий, выразительности низменных чувств. Получается, что роза – цветок, который имел сразу несколько плюсов. С одной стороны, этот цветок, который в Древней Греции символизировал самое высшее чувство. В то же время, пожалуй, наверное, можно сказать, что роза в течение долгого времени и сейчас удерживает пальму первенства. Ну и вот вы говорили, да, ведь розе было посвящено достаточно большое количество книг уже даже в Древнем Иране, в Древней Греции. Получается, растение такое чрезвычайно необычное роза, которая в себе совмещала сразу множество самых разных свойств. Ну, а в следующий раз мы вновь продолжим разговор о розе. Можно еще раз мне хотелось бы сказать, что, конечно, сама роза, она издавна была чрезвычайно популярна. И вот особенно она популярна была в Древней Греции и в Древнем Риме. И даже количество плантаций, которые занимала роза, во много раз, например, в том же Древнем Риме, превосходило количество плантаций, которые были отданы под пшеницу. И поэтому не все любили розу и считали, что как раз из-за розы меньшее количество получалось полезных продуктов, так как роза это действительно в Древнем Риме, уже в конце Древнего, в Древнем Риме какой-то период был, когда она была действительно символом забавы. Именно поэтому к розе даже изменилось и отношение затем чуть позже. Ну что же, а в следующий раз вы тогда нам продолжите рассказ о розах. Ну а вот вам какие розы больше всего нравятся? Ну нельзя сказать, что какие-то розы лучше, какие-то хуже. Они все очень прекрасные. Спасибо, Ольга Викторовна. До свидания. Мы много нового узнали о розе. Действительно, о розе написано сотни томов. Пожалуй, ни одному цветку не посвящалось столько стихов, поэм, как розе. Ну а сейчас давайте продолжим разговор о семействе сложноцветных. Я предлагаю вам посмотреть еще некоторых представителей семейства сложноцветных. Вот это растение Арктотис, тоже необычайно эффектное растение, которое в некоторых случаях имеет даже достаточно крупные соцветия. Растение это тоже является представителем семейства сложноцветных. Ну вообще, вот здесь, например, у нас на картинке был представлен Арктотис гибридный. Это уже достаточно новые, сложные, очень популярные гибриды самых различных видов. А растение это вообще достаточно эффектное. О нем мы тоже обязательно поговорим в одной из следующих передач. И мы видим, что Арктотис, опять-таки, разные виды, достаточно имеет необычную цветовую гамму в окраске. И поэтому его, конечно, тоже можно использовать и в цветниках, и также можно использовать на срезку. Еще один представитель среди однолетников – это Диморфотека, о которой мы тоже поговорим обязательно во второй части нашего цикла передач. Это тоже представитель семейства сложноцветных. И я думаю, что уже наши телезрители знают, как определить этих представителей. Действительно, Диморфотека тоже напоминает ярко окрашенную ромашку. Причем, тоже, вот, например, Диморфотека дождевая, даже ближе, так, по внешнему виду, к ромашке. Ну и вот еще один представитель – это уже ромашка лекарственная. Тоже представитель семейства сложноцветных, которую, часто мы, кстати говоря, за лекарственную ромашку принимаем другого представителя семейства сложноцветных, такое растение, как невяний. Но он имеет, увы, меньше лечебных свойств, чем ромашка лекарственная. И вот дальше я хочу показать вам родственника ромашки. Лекарственное – это перетрум. Вот мы видим здесь различные формы перетрума. Тоже представителя семейства астров. И видим, каких успехов добилась селекция для этого растения. Действительно, выведены самые различные растения, самые необычные окраски. И форма тоже соцветий, как мы видим, тоже отличается. Иногда она имеет шаровидную форму. Но об этом растении мы тоже с вами обязательно поговорим. А на сегодня я с вами прощаюсь. И в следующий раз мы продолжим разговор о растениях, которые являются представителями семейства сложноцветных. И поговорим, например, о таком растении, как бархатце. До свидания.